14 марта в Женеве под эгидой ООН возобновились опосредованные, то есть непрямые межсирийские переговоры. Содействие продвижению политического процесса в Сирии, достижение урегулирования через взаимное согласие сирийских сторон по вопросам будущего устройства страны, вот это всё остаётся в числе приоритетов российской внешней политики. И усилия России касается ли это работы в формате международной группы поддержки Сирии, известной вам как МГПС, или проведения соответствующей контртеррористической операции ВКС в Сирии в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права и международной законности. Всё это подчинено логике создания благоприятных условий для обеспечения всеобъемлющего мирного решения сирийского кризиса и, конечно, окончательного искоренения очага терроризма на сирийской земле. В контактах с международными и региональными партнёрами, призываемых максимально способствовать успеху женевских переговоров, как мы уже говорили, другого шанса добиться мира и стабильности в Сирии в обозримой перспективе может и не предоставиться. Всем должно быть понятно и ясно, что силы, которые пытаются поставить под вопрос или сорвать своими действиями возобновляемые, возобновлённые и, как мы уже говорили, по-настоящему начавшийся в Женеве переговорный процесс, сделали ставку на продолжение насилия в Сирии. Хотелось бы отметить, что в Женеве уже работает правительственная делегация непосредственно Сирии, с которой 15 марта провёл встречу специальный посланник ООН господин Демистура. Прибыли и продолжают пребывать представители нескольких групп сирийской оппозиции, как из эмигрантской среды, так и из самой Сирии. Крайне важно, чтобы представительство оппозиции на переговорах было полным, включая курдские силы, выступающие в первых рядах борьбы против террористов. Мы неизменно подчёркиваем необходимость чёткой реализации принципов межсирийского диалога, которые зафиксированы в Женевском коммунике от 30 июня 2012 года, а также в документах МГПС и резолюции Совета безопасности ООН 2254 без выделения из широкого спектра сирийской оппозиции какой-то отдельной обособленной группы, которая бы позиционировала себя, либо её позиционировали как единственного равноценного партнёра официального Дамаска по переговорам. Также не стоит игнорировать тот факт, что среди сирийских оппозиционеров имеется большой разброс мнений. С одной стороны, это может создать трудности для переговоров, а с другой сделать процесс более устойчивым и в конечном итоге обеспечить отражение в принимаемых решениях многоконфессионального и полиэтнического характера сирийского общества, объединяющего всех без исключения сирийцев.